Всем привет! В сегодняшнем видеоролике я вам покажу крутой скрипт для Average. Для этого переходим на мой личный сайт. Также ссылочка на него будет, как всегда, в описании. Также, перед началом, убедительная просьба, кому не сложно, кому не лень, нажмите хотя бы один раз на какую-то из реклам. На сайте побудьте примерно 10-15 секунд и можете с него выходить. Далее, если у вас нет чита, переходим во вкладку Exploits и выбираем любой чит из предложенных. Пока что их два, Star и Splash. Сегодня в ролике буду показывать Star. Также Star полностью без ключ-системы, а Splash наподобие ключ-системы. Потом возвращаемся обратно. В поиске пишем Average. Нажимаем поиск. И вот он есть скрипт. Пока что он только один. В дальнейшем их будет больше. Пока что игрушка относительно новая. И на нее особо много скриптов нету хороших. Значит, нажимаем на кнопку скачать. Далее еще раз скачать. И вот появляется скрипт. Как видите, все очень просто и легко. Далее заходим в Roblox. Запускаем чит. Также скрипт работает на DLL от Kronell. К сожалению, на VrDevs не работает. Также, кто не знает, Kronell используется с ключ-системой. То есть, когда вы нажимаете Inject. Давайте вернемся обратно. У вас появляется окошко. В этом окошке у вас есть ссылка. Вы ее копируете. Далее вставляете в поисковую строку браузера. Нажимаете поиск. Проходите капчу. Ждете 15 секунд. Далее еще раз так делаете около 4 или 5 раз. И на последний раз у вас уже покажется ключ. Вы этот ключ вставляете в это окошко. Нажимаете Enter. И у вас получается заинжектиться. Так, ждем пока у меня Inject пройдет. Ключ я уже получал. Так что мне его повторно получать не нужно. Далее вставляем скрипт в сам чит. И нажимаем кнопочку Exclude. Ждем пока он появится. Все, вот он появился. Но почему-то это, кстати, другой скрипт. Я до этого проверял. У меня совсем другой загружался. Странно. Ну-ка. Окей, ладно. Давайте тогда с этим, если что, побегаем. Что здесь есть? Получается скорость. Как видите, я стал намного быстрее бегать. Можно вообще на максимум поставить. Так, далее. Что вообще здесь самое главное в этой игре? Скорее всего, SP, если оно здесь есть. Да, SP, кстати, сразу включено. Это тоже давайте включим. Этот свет получается. Вот эти вот полоски, это трекер. Но трекер, конечно, не очень работает. Так, убегаем. Успел. Отлично. Так. Далее. Ищем. Что здесь по функциям еще нам нужно? Так. Нужно убегать. А то сейчас умру. Тихо. Вроде бы есть годмод. Сейчас мы его поищем. Но насчет этого скрипта не знаю. Возможно, он тут тоже есть. Так. Ну-ка. Ищем, где он здесь есть. Это почему-то совсем другой скрипт загрузился. До видео я проверял другой. Ну ладно. Получается, короче, два скрипта на этот режим есть. Нормальных. Получается, этот скрипт я тоже добавлю на сайт. Так. Ну-ка. Ну, годмода пока что я не вижу. Возможно, здесь в этом скрипте его все-таки нет. Автор респавн можно включить, в принципе. Если вам нужно Infinity Jump. Как видите, тоже работает. Отлично. Можно вообще вот так вот летать по карте. Из-за того, что у вас большая скорость. Так, далее. Телепорт можно на Q использовать. Вот я Q нажимаю английский. И, как видите, я тп хуюсь. Прикольно. А Full Bridge. Это тоже нужно. Это получается... У вас становится очень светлая карта. Вы, в принципе, все можете спокойно видеть. Далее. Что у нас тут по функциям еще интересно есть. Здесь вроде бы все. Телепорт. Можно тп хнуться, получается, в меню игры. И куда-то еще, короче. Ну, телепорты здесь, я думаю, не интересны. Так. Что здесь есть? FreeCam. Давайте попробуем проверить. Shift и P нажимаем. А, это вот такая штука. Кстати, вот это довольно прикольная штука. Интересный факт. Кто не знал, что это такое. Это, короче, специальная камера для записи видео для вашей игры. Типа для трейлера. То есть, допустим, если вам нужно записать какой-то красивый момент в вашей игре, вы включаете вот эту вот функцию. Вот так вот летите. Пролетаете, допустим, между локацией. И записываете то, что вам нужно. И на видео это выглядит, кстати, очень круто. Так, выключается как? Тоже на Shift и P. Отлично. Далее. Что здесь еще есть интересное? Fake Money Giver. Давайте включим. Как видите, снизу появилась табличка. Ну, появляется то, что, типа, я получил бесплатные монеты в большом количестве. Это, если что, не по-настоящему, потому что написано fake. Далее. Так, все. Игра закончилась. Ну, то есть, раунд. Тест. Спам чат. Короче, вот эту функцию я все-таки вам не советую ее включать, потому что, возможно, у вас модераторы Roblox забанят, если вы будете использовать вот эту функцию. Так что на нее вообще не заходите. И, вроде бы, здесь по функциям все. Все самые основные показал, которые нужны. Больше здесь особо показывать нечего. Ну, ладно. Короче, на этом тогда буду заканчивать. Кому понравился видеоролик, можете поставить лайк, подписаться на канал. С вами, как всегда, был Избан. Всем удачи и пока. Субтитры сделал DimaTorzok